МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый вечер. Не знаю, приходилось ли вам, хоть раз, наверное, приходилось, испытывать состояние бессильной ярости, когда вы хотите изменить все несправедливости мира разом и понимаете, что вы обречены в этой попытке, что у вас ничего не получится. Тогда опускаются руки, тогда жизнь кажется бессмысленной. Чтобы этого не происходило, человек все время заводит себя на борьбу с новыми миражами, на борьбу с чудовищами, которые населяют наш настолько изменившийся до неузнаваемости мир, что понимает счету попыток, все-таки очень хочется бороться. Чем мы, собственно, и занимаемся в одной из самых необъективных программ телевидения в программе «Гордон Кихот». Начну вот с чего. Я смотрю телевизор. Причем это все ерунда, что когда вам ведущие какие-нибудь говорят, что они смотрят его с профессиональной точки зрения. Ерунда. Смотрю, как обыватель телевизор, все подряд. Смотрю новости, показывают сюжет. И тут вдруг вижу какого-то интеллигентного, скромного человека, который, оказывается, еще и книжку написал. И тут приходят какие-то злые люди, и прямо на презентацию этой книги хватают его под белые рученьки. И стало мне интересно. Не столько прошлое нашего героя, сколько его настоящее. И, возможно, наше с вами будущее. Поскольку я не удержался, книжку эту купил, прочел и поразился тому, как в одном человеке рядом могут существовать и Господь, и Дьявол, и Искуситель, и Искушаемый. И показалось мне, что это замечательный предмет для разговора о том, кто мы такие и какие ветряные мельницы машут крылами на нашем пути. Пришло время пригласить в студию. Не верил в себя, что когда-нибудь буду произносить эти слова уже который раз. Сергей Мавроди! Прошу вас. Теперь могу показать книгу. Наконец-то. Да, Сергей Мавроди. Не в качестве рекламы, хотя рекомендую. Мне очень понравились многие из новелл, которые там я серьезно. Книга называется «Внимание! Искушение!». И вот об этом мы сегодня будем говорить. Но сначала к вам вопрос. Сергей, вы в Бога верите? Понимаете, что я сейчас пародирую одну из ваших новелл и изображаю из себя журналистку в обтянутых джинсах. Я не могу ответить ни да, ни неравнозначным. То есть, так вот, да или нет конкретно, я не могу сказать. А в дьявола? Про дьявола то же самое. Но сомнения есть. У нас тоже есть сомнения, да, кого, собственно, вы представляете не только в этой программе, но и на этой грешной земле. И вот разобраться в этом сегодня мне помогут те люди, которые не очень хорошо относятся к нашему герою. Вот я вам сейчас их и представлю. Это Ливон Сарвазян, председатель общества обманутых вкладчиков. Анатолий Барбакару, писатель. Внимание, автор книги. Автор книги Ясуллер. Владислав Тарасенко, философ. И Владимир Добреньков, декан социологического факультета МГУ. Я сказал, что герой наш человек сложный. И вот здесь собрались не менее уважаемые люди, которые что-то другое видят в нем. Как-то по-другому оценивают его слова и поступки. Я вам их представлю. Александр Цыпко, политолог и философ. Артем Тарасов, ну представлять не надо, известный бизнесмен. Бахыт Килибаев, режиссер тех самых роликов знаменитых, о которых сегодня тоже пойдет речь. И Евгений Родин, автор статьи «Наш герой. Русский финансовый империалист». А пока давайте представим две точки зрения, о которых я уже не раз говорил, да? Бывший хозяин жизни, лихо прокатившийся на народном горбу, Сергей Мавроди так и не получил по заслугам. Это он в гордом одиночестве работал на строительстве самой грандиозной финансовой пирамиды в истории России. Мечтая о лаврах великого комбинатора, он вместе с кубышкой украл у народа последнее – веру в чудо. Расставаясь с ваучером на постройке финансовой пирамиды, россияне желали чудесного его превращения в хрустящие банкноты. И здесь важен был, конечно, не результат. Всех интересовал процесс. Но просто обмануть народное доверие господину Мавроди оказалось мало. Поэтому по его заказу была слеплена и запущена в эфир самая безвкусная пародия на русский народ в лице печально известного Лени Голубкова. «Я не халявщик, я партнер», – смеялся с голубого экрана мелкий без дикого русского капитализма. Новое время попыталось расставить точки над «и», и главный аферист 90-х все-таки угодил за решетку. Но тюремную пятилетку Мавроди выполнил чуть раньше срока, и через 4,5 года из матросской тишины отправился на презентацию собственной книги с говорящим названием «Искушение». Вот вам Мавроди номер один. Теперь смотрите, я совершаю плавное движение, перехожу на другую сторону, на сторону защитников Сергея Мавроди. И вот вам Мавроди номер два. Давайте посмотрим. Сергею Мавроди легкие деньги достали с тяжелым трудом. Это он в гордом одиночестве работал на строительстве самого грандиозного проекта по обогащению населения в истории России. Конечно, никто не хочет остаться обманутым вкладчиком. Но кто хоть раз не воображал себя Остапом Бендером? А кто поспорит с тем, что великий комбинатор – профессия рисковая? Значит, и высокооплачиваемая. Ваучеры? Так не он же их выдумал. Зато это он сделал самый народный сериал в истории русского телевидения с Леней Голубковым в главной роли. Сергей Мавроди был первым, кто понял и осознал новую русскую идею. Он дал ей имя – «Народный капитализм». Это произошло в СИЗО «Матросская тишина», где даже выжить – серьезная задача. Он не только выжил. Книга, должная помочь жителям России, была написана им в мрачных стенах тюремного изолятора. Может быть, теперь Сергей Пантелеевич сумеет, наконец, увести россиян в светлое будущее. И все же главное заслуга Мавроди перед Отечеством состоит в том, что он преподал русскому народу горький урок о сладкой жизни. А любителей русской народной халявы, в конце концов, не вредно как следует проучить. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Где правду, скажите? Вот, я понимаю, что вы не раскаялись, нет? Садейн. Садейн? Я не чувствую виноватым ни в чем, абсолютно ни в чем не раскаиваюсь, и не чувствую ни малейшей вины. Я об этом заявлял неоднократно, и могу заявить еще раз. Вот, это и есть предмет нашего разговора сегодняшнего. Вы не хотите каяться, потому что не считаете себя виноватым. Но где-то же есть в этих словах, где-то есть правда. У меня совершенно другое видение ситуации. Но я не хотел бы разговаривать про МММ сейчас, потому что у нас сейчас это все... Собственно, меня приглашают про книгу поговорить, а не про МММ. Так она же выросла-то из МММ все равно. Ну как, ну я это вижу просто. Вы смотрите, вот у вас новелла «Секта», да? Где искуситель... Не знаю, кому он принадлежит, Господу или Дьяволу в данном случае, потому что искушение ведь исходит от обоих, да? Но у меня там везде проходит Люцифер по книге. Просто вырезаны там диалоги, поэтому непонятно. Там это Люцифер, собственно. Ну о Люцифере мы тоже сегодня еще поговорим, да. Не будь одного не было бы и другого, верно? Я о другом. В книге искушения человек, который пригла... Или не человек, не знаю, кто он там. Он, приглашая героя, который хочет добиться всего и сразу в некую таинственную секту, прямо и честно говорит ему следующее. Ты будешь счастлив, ты получишь все, что ты хочешь. За это не надо платить тебе. За это раскладятся другие. Уровень твоей везучести, твоего таланта, твоего благосостояния будет обратно пропорционален тому, что будет у других. Ты будешь счастлив, но все вокруг тебя будет рушиться. Согласен? И герой говорит согласен. Когда мы возвращаемся к МММ, сознательно по этому поводу. Когда вы создавали МММ, вы ведь не возражаете против названия финансовой пирамиды? Все время возражал против этого названия. Вы книгу Перельмана читали? Занимательная математика? Ну вы же грамотный человек, вы читали. Математика по образованию. Ну я и говорю. Но тут даже арифметики достаточно, чтобы понять, что это выжить не может. Когда вы печатали свое изображение на этих... Нет, нет, нет. Все же написано, вот все рассуждения про финансовую пирамиду это на уровне детского сада. Простейшие возражения, потому что это вы имеете в виду геометрические прогрессии. Ну простейшие возражения, один и тот же человек может участвовать несколько раз. Все. И все эти рассуждения про геометрические прогрессии рушатся. То есть это все полная чепуха вообще. Что пирамида, обречена и прочее, прочее. Это мое... Это вам будут возражать люди, которые... Бога ради. Я только сразу хочу сказать, обращаясь и к тем, и к другим. Никаких денег ни сегодня от Мавроди, ни сразу после выхода передачи вы не получите. Мы пытаемся говорить о другом. Когда вы искушали людей, предлагая им билеты МММ. Посылка исходная неверная. Никого я не искушал вообще. Я считал, что я делаю доброе дело, искренне. Я не делал какое-то злое дело, искушая вообще. Вот вы исходите из того, что я там какой-то злодей. А моя исходная позиция, что нет вообще, что... Хорошо, смотрите, вы делали доброе дело. Бог с ним. Соглашусь с вашей... Мало ли, действительно, благими намерениями выслан дорога известно куда. Но когда вы поняли, что из этого ни черта не получилось, пусть даже не по вашей имени, у вас ничего не заскребло внутри? Вам не показалось, что ответственность все-таки на вас лежит? Я не говорю про материальную ответственность, я не судебный пристав. Я говорю про ту самую совесть, про ту самую моральную ответственность, про те самые глаза старушек, которые... Вы опять свернули вот с книги на какие-то... Я хочу понять простые основополагающие вещи. Когда вы поняли, что история, затеянная вами, свернулась в трубочку, залезла в другое место, и что из этого получилось то, что получилось, то есть у вас, вот ваше состояние какое было в тот момент? Нет, пардон. В 1994 году меня арестовали. Вовсе не за мошенничество, не за пирамиду. Это означает, что все это было законно. Меня арестовали за неуплату налогов. То есть власти нашли просто предлог, к чему придраться. Вы поймите, я о другом сейчас говорю. Мы говорим именно об этом. Чем я должен виноват? Я приведу пример. Идиотский совершенно, вот сейчас пришел в голову, совершенно дебильный пример. Привожу, имею право. Я дал маленькому мальчику мороженое за 11 копеек, вот это советское, да? Я хотел ему добра. Мальчик съел, у него оказался дифтерит. Он лег и умер. Ну я-то хотел добра, я хотел как лучше, но мальчик умер. Вот как я должен себя чувствовать в этой ситуации? Давайте другой пример приведу. Вот вы пригласили нас всех, но сейчас произойдет землетрясение, и все провалятся в тар-тарары, а вы выживете. Вы будете чувствовать свою вину? Конечно. Ну, перед кем? А вы нет? Что землетрясение произошло? Погодите, а вы нет? Конечно нет. При чем здесь вообще землетрясение? Это уже от Господа Бога. В которого вы... Значит так надо было. В которого вы... В нужный момент верят. Понятно. Как говорил герой одной из книг, как говорил герой одной из книг, дай Бог памяти кого? Какого-то американского классика. Вы верующими? Только по ночам. Правильно он говорил. Да. Ну давайте, чтобы уж окончательно закончить с темой МММ. Вы же поймете, что нам не простят. Да? У нас вот это обманутые вкладчики сидят, и дольщики, и пайщики. Расскажите нам вот просто на секунду. Вот выйдите сюда и расскажите свою точку зрения. Пожалуйста. Во-первых, я хотел бы уточнить. Всегда вырисовывается ситуация, по словам Сергея Пантелеевича, что он продавал эти билеты как бы на рынке, рядом с помидорами и картошкой. Хочу уточнить. Что произошло? Он зарегистрировал эмиссию, превысил выпуск, регистрация этих ценных бумаг в несколько тысяч раз. Потом, реализовав все эти ценные бумаги с нарушениями грубейшими, начал выпускать билеты. Напечатал там свой портрет. Во время интервью сказал, что вот мой портрет, я являюсь гарантом этих билетов. То есть скажите, пожалуйста, Мавродик, когда это делал, он понимал, что он людей обманывает? Совершенно сознательно. Хорошо, теперь у меня к вам вопрос. А люди понимали, что их обманывают? Люди понимали, что они по призыву властей участвуют в инвестициях, в приватизации государственной собственности. Мы верили государству. Перепродают, производят. То есть вы тоже Перельмана не читали в детстве? Вы знаете, мы много чего читали. Но Перельмана нет. Но Перельмана я Перельмана не читал. Понятно. Не читал. Спасибо, я все понял на этот момент. Спасибо, спасибо, спасибо. В студии Первого канала мы продолжаем борьбу с ветряными мельницами. Сегодня крылами машет Сергей Мавродик. Все, переходим к книжке. Ну все, наконец-то. Фух. Вы автор. Ну выйдите сюда, выйдите, выйдите. Другой книжки, правда. Да, правда, другой. Вы были профессиональным шулером? Был. То есть вы обманывали людей? Я был, Сергей Федорович. Обманывали людей? Я это озвучил. Я был шулером. Обманывали людей? Да. В какой-то момент вы раскаялись? Ну, понимаете, есть такая ситуация. В юности шулер, это нормально. Вообще аферист в юности, это нормально. Это здорово, это весело, это игровая манера жить с возраста. Вот пожилой шулер, пожилой аферист, это как-то уже убого смотрится. Так же, как если мальчик бросит камень в собаку, он все равно остается мальчиком, может быть злым. А пожилой человек, бросивший камнем в собаку, это негодяй. Вот есть некоторые вещи, которые с какого-то момента в возрасте не может это прочитать. Своя философия, да. У меня вопрос на самом деле только один. Ну, совесть болит иногда, болела, да, пока нет. Болит и скребет. И скребет, да. Ну и отлично, да. Пусть скребет. Книга называется «Искушение». Сегодня мы говорим о книге. Вот в тот момент, когда вы обманывали человека, я не знаю точных механизмов, к сожалению, в вашей книжке не читал, подарите, прочту. Когда вы обманываете человека, вы понимаете, что вы его искушаете, да? Что вот вы предлагаете ему... Да, именно этот главный механизм, его цапану. Да, то есть вы его искушаете, и он идет. Да. Хорошо, а ваш вопрос? Сергей, считаете, вы сказали, что вы не считаете себя виноватым. Считаете ли вы себя аферистом? Такой легкий вопрос на искренность. Нет, не считаю. О, вот в этом месте мы не сходимся. Сергей, ну правильно, признаваться нельзя никогда. Это законы нашей профессии. Ну это вы все говорите. Вы говорите, вы можете говорить что угодно. Вы же книжки не читали? Нет, книгу не читал. А мы о книжке говорим сейчас. Секунду, так вот по книге. Вы вначале сказали, книга может быть исповедь или проповедь. Я как аферист могу сказать, что книга еще может быть развод. Нас продолжают разводить. Книга это нормальный выход из всей этой ситуации. Я когда был, извините, когда меня взяли, и я вот под следствием. Нас там разводят по кабинетам, предварительное следствие. Я пока там находился, я написал песню следователю. Такую тебе песню, с иронией, не подхалимажную. И это очень сработало потом, когда он выходит. А, лезвенно, да. Песню написал человек, творческий. Он говорит, а ты пасквелян. Но я вижу, что у него в душе поменялось чуть-чуть. Это был развод. Я правильно понимаю? Спасибо. Точка зрения имеет право на существование. Вот один из главных ваших защитников, который так же, как и я, этой ночью дочитывал книжку уже. Свежие впечатления. Значит, я хотел бы говорить по поводу книги. Скажу, Сергей, я вас не знал. У меня откровенно такое ощущение, что есть несоответствие между тем, что вы говорите, здесь и ваша книга. Тематика, это очень серьезная. Это великий инквизитор Достоевского, Фаус Гёте. Это проблема. Надо ли человеку быть богом, решать судьбы, или страшно быть богом. Одну секунду. Поскольку не все читали книгу, я хочу дальнейший разговор, да, опять рекламирую. Книга составлена из новелл. Только незначительная часть этих новелл вошла в книгу. Сколько у вас их всего? Порядка 150. Порядка 150, а книги около 15 там. Да, 14-15 новелл, да. Каждая новелла рассказывает о разных характерах, разных людях. Книга эта построена на некой мистической философии о том, что человек и человечество каждую секунду своего существования искушаемы, что приходит кто-то или нечто, и в какой-то определенный момент жизни говорит, будет так, если ты этого захочешь. И вот пройдет человек через искушение, очистит оно его или убьет, это и есть главное размышление автора в данном случае. Верно ведь я анонсировал? Да, верно, но там, на мой взгляд, почему вот там есть внутренние противоречия. В книге две самые противоположные концепции. Первое. Не надо быть богом, не надо искушать, нельзя претендовать на то, чтобы быть сверхчеловеком. Если ты сверхчеловек, ты губишь людей и себя, и ты несешь за это ответственность. И в общем, главная мысль, доминирующая, не берите на себя право решать судьбы других людей. Там это прекрасный образ, вы придумали, что вот если дадут человека право продлевать жизнь жены, отца, матери, и как это страшно вообще заменить собой Бога. Это все прекрасно сказано, но, честно говоря, вот вся ваша история, я не хочу лично говорить, я плохо понимаю, хотя я сам не с вами, а с чарой много потерял, и меня всегда волновало другое. Вот проблема нашей дорогой русской психологии. Что мы за народ? Почему мы такие вменяемые? Что с нашими мозгами? Ведь у меня высшее образование. Я Тельмана, допустим, в детстве читал, но я же прекрасно понимал, что это невозможно даже в эпоху приватизации, как в чаре 15% в месяц и так далее, что это лопнет. И мы как толпа идем, все отдаем, а потом он виновен. Нет, мои дорогие, я не знаю, вас не оправдываю, виновны мы. Наше легковерие, наша страсть к халяве. Мы весь 20 век проиграли за халяву. Я говорю о себе. Я же понимал, а я хотел халявы, я хотел заживаться. Если вы о себе говорите, я вас поддерживаю. Обожите. Прежде чем вы начнете говорить, я прошу вас ответить по пунктам. Первое. Вы ведь хотели обогатиться, значит, не благодетели. В обвинительном заключении уголовного дела со Сталином следователями, которые, естественно, составляли его с обвинительным уклоном, написано, деньги тратились на содержание структуры, на новый пункт и прочее. Мне не вменено было, что на себя я ничего не тратил. Вот если бы следователи нашли хоть что-то, они бы это непременно включили. Телевизор у вас был, домик в Рязанской области. Да, домик в Рязанской области за 3 рубля. Все, ничего, на себя я ничего не тратил. У меня цель обогатя, к деньгам отношусь очень спокойно. А куда деньги делись? Деньги? Во-первых, там были эти грузовики, во-вторых, там акции Газпрома есть, куда они делись? Все известно, все материалы делались. Но мы опять уходим, я не знаю. Давайте попробуем разобрать. Меня приглашали про книгу разговаривать. Мы про нее, в общем, и говорим. Ну, так, относительно. Да нет, мы как раз про нее и говорим. Потому что... Все нормально. Потому что, мне кажется, ваша книга абсолютно органично истекает из вашей жизни периода МММ. Не было бы периода МММ, не было бы тюрьмы, не было бы тюрьмы, не было бы этой книги. Была бы, может быть, другая. Писатель Мавроди никуда бы не делался. Но этой книги не было бы. Между прочим, я вас перебью, извините. Название «Искушение», о котором мы говорим так много, это издательство придумало. Я знаю, что оригинальное название «Сны Люцифера». «Сын Люцифера». «Сын Люцифера». «Сын Люцифера». Да, «Сын Люцифера». Это еще интереснее. В каждой новеле предшествует диалог Люцифера с сыном. Он объясняет, показывает сыну человеческие пороки на конкретных примерах. Вот она, как книга построена. Вот. Вы как себя позиционируете по отношению к человечеству и его порокам? Вы кто? Наблюдатель? Судья? Соучастник? Терзаемый? Или терзающий? Кто вы? Я вот из книги не мог этого понять, потому что там действительно есть колоссальные противоречия внутри. Вы кто? Вот сидит половина зала и говорит, да он углем мазанный, посмотрите на него, на нем же негде печать ставить, мы последние деньги потеряли, на этом проходим. А я говорю, погодите вы, у него сложная душевная организация, он книгу написал. Мне интересно понять, как это вообще у нас вросает. вот оговорка. Есть другие люди, которые говорят, да вы что, посмотрите на него, он даже одевается в белое, потому что он белый и пушистый, он хотел добра. А я тут же перебегаю на другую сторону, говорю, да нет, вы посмотрите, он же сын Люцифера, про кого писал? Про себя. У вас оговорка характерная, углем мазанный, не черный, а именно мазанный. вот. А сам ты белый, мазанный. Причем сам, сам намазал. Ну зачем? Я начал с того, что я смотрю телевизор, я впервые вижу Мавроди, я его не видел до этого. Мавроди написал книжку, за ним охотятся судебные приставы, он об этом знает, но он идет на презентацию своей книги, которая называется «Искушение», тем самым не преодолев искушение славы. Что же за человек, думаю, такое? Вот ну феномен же какой-то, да, учитывая его МММ, МММное прошлое. А что тут удивительно? Да как, для меня все удивительно. Если он все имущество спрятал у третьих лиц, чего ему беспокоиться? Ребята, все-таки истина дороже. Можно по-разному относиться, но поверьте мне, это не все так просто. В конце концов, он не просто отсидел. Это, кстати, редкий случай. Я не хотел быть здесь уже в роли адвоката дьявола, но это редкий случай. Опять дьявол. Да, опять. Но бог с ним, оно так принято. Я не считаю, в конце концов, все намного сложнее. В конце концов, таких дьяволов можно выстроить здесь тысячу. Хотите, я вам назову их по фамилиям. Это образ, который олицетворяет действительно эпоху, эпоху и определенный тип зарабатывания денег, который был очень характерен для этого времени. У меня такое ощущение, что все-таки, честно говоря, это нетипично. Извините, что я вас не знаю. До философа Сергея Мавроди был другой философ. Его звали Фридрих Ницше. Вот он приблизительно что-то похожее тоже говорил. Вы знаете, бог умер, нет добра, нет зла. Соответственно, настоящий философ должен быть по ту сторону добра и зла. Так вот, это все туфта. Извините за выражение, уважаемые дамы и господа. За философское выражение. Есть добро, есть зло, есть ответственность человека. И когда вы смотрите на людей чистыми и невинными глазами, понимаете, я вдруг вижу какой-то тоже очень интересный феномен. Но одинаково, чтобы на этих бабочках смотреть. Бабочка, почему у тебя зеленые крылья? Мавроди, есть ли у тебя нравственность? Вы понимаете, это тот же самый вопрос. Скажите мне, пожалуйста. Четыре с половиной года тюрьмы недостаточное искупление формальное за совершенное зло? Ну, вы знаете, это уже вопрос к человеку, это вопрос не ко мне. Я думаю, что Сергей, он ученый-экспериментатор. И то, что было, это был какой-то эксперимент. Вы знаете, вот мальчик берет, смешает там селитру с порохом, т.д. Фигак взорвалось. О, как интересно! Вот такой вот интерес, чисто вот такой вот исследователь. Он хорош для мальчика. Это очень такая инфантильная, безответственная позиция. Ну, посмотрю, что получится. Как? Ой, как хорошо, взорвалось. Но это не позиция мужа, который берет ответственность за последствия. Вот когда я был в очередях, я смотрел на этих людей, я помню женщину такую толстую, она стояла со своей бумажкой, говорила, у всех синие бумажки, у меня серая, купите серую и серую. Я посмотрел на ее зрачки. Знаете, зрачки были расширены. И видно, что человек в состоянии такой эйфории. Это вот состояние шулерства или когда вы играете, допустим, в казино, да, в какой-то момент, бас, все, мозги вылетели, и вас несет. Вы ничего не чувствуете, все, идет драйв какой-то. Вы не можете принимать рациональные решения. Александр, у вас есть тоже ахиллесовая пята. Вы думаете, что люди рациональны, и что они думают, когда они принимают решения. Это не так. Секунду, но тут давайте, раз уж мы заговорили о добрее и злее, об ответственности. Да? Предположим, это злой гений. Он заранее придумал аферу, он заранее всех обманул, он сделал так, чтобы эти деньги были перечислены на третьих лиц. Он отсидел свои 4,5 года, но теперь он богатый человек до конца дня и может книжки писать. Я бедный. Вы знаете, а если посмотреть на эту проблему с другой стороны, это не искуситель, это сам искушенный человек. Если бы вы пришли и его так же искусили. Поясните. Ну как пояснили. У него нету денег. У него их никогда, а может быть, у него их никогда и не было. Не он вкладывал в третьи лица, а третьи лица через него получали деньги и вкладывали себе. Но он же отрицает. Да поймите, вопрос вообще не о гигантах. Я тоже не гуманитарий, у меня тоже математическое образование базовое. Он сегодня нам уже сказал, что если еще кто-то придет и человек два раза будет вкладывать, это уже не пирамида. Это та же самая пирамида, но уже с другими просто коэффициентами. Пирамида, она как была. Это человек как врал, так и врет. Может быть, он вынужден врать. Почему-то. Это с одной стороны. Коллеги, деньги, можно я скажу одну секунду? Деньги это не дачи, это не яхты, это не счета. Понимаете? Деньги это доверие. Вот умение превращать доверие деньги и деньги в доверие, вот это искусство. И это было нам продемонстрировано. Это определенный опыт. Вот было доверие, потом пропало. Какое доверие? Кому доверие? Ему доверие? Мы ему деньги не давали. Мы инвестировали. Мы вас слышали уже. Давайте разницу поставим. Мы вас слышали уже. Простите, пожалуйста. Я объясню вам, почему всякие. Вы с него живете идола, понимаете? Сейчас мы, сейчас, сейчас. А он обыкновенный человек. Никакой не философ, никакой не мальчик. Да. И плевать я хочу на его книгу. Да, правильно, абсолютно. Понимаете? Сколько вы потеряли денег? Ну, я потерял мастерскую, я художник. И квартиру. Вот. Да, тоже там первое. Вы подумайте, сколько сейчас стоит квартира, сколько сейчас стоит мастерская. Я говорю, вам не поверю. И некоторые его сторонники и адвокаты просто рвут волосы на себе. Как можно это все сделать? Хотя сами получили намного больше. Спасибо. Да, я все-таки попрошу вас присесть, потому что о другом речь. Да. Латы ржавые, копье сломано, но мы продолжаем борьбу с витряными мельницами в студии программы «Гордон Кихот». Добро пожаловать. Уважаемые друзья, я хочу сказать, что тема поднятая, вообще она очень серьезная. Она может быть не персонифицирована на конкретном оброде. Действительно, проблема добра и зла, проблема греха и раскаяния. Вы знаете, мне страшно становится жить в нашем обществе, когда люди вообще, в принципе, имея глаза, не видят, имея уши, не слышат. Я не знаю вас действительно, но хочу сказать, вы сами точно выразили, что вы действительно сын Люцифера. Вот хотите верьте, хотите нет, но у вас сидит дьявол, самый настоящий дьявол. Этот человек не способен осознать грех. Это значит, он не способен понять, что он грешил. Если он не способен понять это, он не способен никогда раскаяться. И то возмездие, которое он получил, сидя в тюрьме, это не возмездие. Возмездие у тебя еще будет. Поверь мне. Оно будет. Хорошо, будет. Подожди. Вы сыграли на легковерие людей в определенной ситуации. Вы их обманули. Я не хочу винить этих людей, но хотя степень ответственности за свои собственные поступки, что они так легко, тоже лежит на них вообще. Тоже лежит на них. Давайте мы к ним и обратимся. Тут есть же обманутые люди. Микрофон дайте сюда, пожалуйста. Я отставлю активно наши права. Тут говорят люди, мы халявщики, мы те, мы се. На руках у меня имеется документ в судах, где написано, что мы не халявщики, а мы акционеры. Акционеры, не партнеры, а акционеры. Мы как граждане действительно верим. Мы в этом лопухнулись, что мы во все верим всегда в этой стране. Но если завтра скажет президент, ребята, война, а мы скажем, а мы теперь не верим, сам воюй. Что делать? Мы вынуждены верить. И мы считаем в этом неплохая русская черта, что мы верим. Верим тем, кого избираем, заверяем. Можете мне объяснить феномен поведения людей, в том числе обманутых вкладчиков, которые стояли с плакатами «Свободу Мавроди» и кидались ему на грудь? Могу объяснить. Я к этим людям отношусь не совсем хорошо, если мягко выразиться. Почему? Отношусь потому, что они наверняка это делали не по совести, не по доброте душевной. Как и в суде точно самое. Заявляют, Сергей, ты хороший человек, но я к тебе все равно иск предъявляю. Я на твою шею такой кирпич финансовый вешаю. Но ты, Сергей, хороший человек. И такие россияне есть. Чего там говорить? Они с одной стороны готовы на колени перед ним встать, а с другой стороны спину ему кирпичом еще замочить. Понимаете? Есть такие россияне. Есть. Никого есть. Вы хотели сказать что? Мавроди обещал им деньги вернуть. Поэтому они за него заступались и кричали в суде, чтобы Мавроди освободили из-под стражи. Это только вот по этой причине. Но он им тоже не вернул. Так же, как и нам. Как вы к нему относитесь сейчас? Я ничего никому не обещал. Отвратительно. Настолько отношусь к нему нехорошо, что даже я вам передать не могу. Он столько бабушек обманул. Как он может смотреть этим женщинам, бабушкам на костылях, которые приходили в суде? И он с наглой физиономией улыбающийся. Я бы не знаю. Получается, что если бы вы были шулером, то вам проще было бы в суде встать, обратиться к аудитории, к этим бабушкам и сказать, родные мои несчастные, набедокурил я грешный, простите меня в ноги. Вот забирайте все, что есть, и отношение сейчас было бы другое. Вы упорно отрицаете любую свою вину. Значит, либо вы конченый шулер, либо вы действительно все делали искренне. Я опять не понимаю. В любом случае шулер я, не шулер. Был в суд, я свое отсидел. Все, я чист перед законом. Если разговаривать формально. А все моральные проблемы, ну, не существует у меня их. Я не скрываю это, я говорю совершенно откровенно перед аудиторией и в телекамерах, ни в чем не раскаиваюсь, не считаю себя ни в чем виноватым. Сергей, моральных проблем не существует? Не существует у меня ни малейших моральных проблем по поводу содеянного. А то, что я с вами про что-то. Тогда у меня нет. Тогда у меня возникает, знаете, какой вопрос? Я сейчас его вынужден задать. Это вы писали? Ну, у меня есть все из СИЗО, это пересылалось в виде писем, все задокументировано за подписью цензора, что писал именно я. То есть, ни малейших про мнение быть не может. Я вообще не понимаю тогда. Секунду. Я же, вопрочем, книжка арестована. Перед нами человек, который в книге ставит моральные проблемы и что редкость вообще для нашей современной литературы решает их тем или иным способом. Вот стоит перед нами автор книги, который говорит, никаких моральных терзаний у меня нет, совесть не болит, я в этом вообще не участвую, я чисто, я опять не понимаю, где вы? Я считаю себя правым. Вы понимаете, простую вещь. Я считаю себя абсолютно правым. Какие я должен испытывать моральные терзания? Я считаю себя правым. Стоп, 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 конкретный вопрос совершенно к вам, конкретный. Договорились, ничего не болит, потому что ничего не было содея. Этих не жалко. И вот тут вопрос. Мне их жалко по-человечески, но я не чувствую вины, это разные вещи. Понимаете, вот человек избил машину, мне тоже его жалко, но я вины-то не чувствую. Может быть, я шел по улице, он на меня засмотрелся и попал под машину, я бельму должен чувствовать от этого. Про что книжка ваша все-таки? Расскажите мне. Кстати, тираж книжки арестован, вот это нормально? Может, они сами ей торговать будут, а деньги будут возвращать? Нет, если бы они хотели вернуть деньги, они бы арестовали выручку с книги, и вплотились с плащиками, ну понятно. Что-то там. Но они арестовали, они запретили продажу. Вы поймите, я ведь затеял весь разговор для того, чтобы мы не сейчас, не сразу, не в этой студии, но когда-нибудь вновь договорились до простых вещей. Что такое с нашей точки зрения? Хорошо, что такое плохо? Что нужно, что не нужно? Да и вы хотите получить простые ответы на сложные вопросы, их не существует. Можно сказать просто? Да, пожалуйста. Я хочу сказать, что вот мы здесь говорим о том, в принципе, по-моему, немножко путаем, мы путаем конкретно историческое деяние, которое было МММ, и путаем вот конкретную книжечку, то есть, которая автор высказывает свои какие-то внутренние соображения и суждения в данной ситуации. И поэтому, когда Мавроди пришел со своими, значит, Сергей пришел со своими билетами, он дал народу какую-то надежду на то, что они смогут осуществить свою маленькую, а у кого-то и большую, какую-то мечту. То есть, я вот согласен абсолютно с Александром Цепко здесь, что да, это был именно проект, но России и нужен был такой проект. И нужен был именно вот эта ситуация. Да. И что вы хотите сказать, что народ сам себя обокрал? Нет, ну давайте... Нет, 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 есть власть, есть государство. Государство это народ. Стоп. Вы меняете... Вы квартиры на Тверской купили или получили? Я ее куплю, когда верну деньги. купили вот тогда, в Советские Годы, или получили. А это не имеет значения. Как это не имеет значения? А мастерскую? Как и все. А мастерскую вы купили или получили? Получил, приватизировал, как и все. Как дали, так и забрали. Что вы возражаете? Нет, извините меня. Кто забрал, кто дал. Кто дал, тот и забрал. Нет, ну сейчас у нас... Да откуда же нет? У нас неравные условия получаются. Конечно неравные. То есть, вы хотите сказать, что совершенно справедливо было ограбление граждан? Нарушение прав? Я и так не смог вам ответить. Понимаете, я с вами согласен. Когда сложилось общество, существует конституция, власть, власть несет ответственность. Мы же говорим о временах, когда народ менял одну власть на другую. Давайте исправим эти... Давайте исправим эти... Вот. Так и об этом... Но меня не это волнует. Да, меня волнует другое. Вот этот главный коренной вопрос. Вот вы говорили вера, вы говорили идеал и так далее. Но встает страшный вопрос. Мы несем какую-то ответственность за свою ошибку или нет? Вы знаете, несем... Сами мы несем... В 96-м году. В 96-м году. Тогда мы чувствуем себя сопричастным. А так, государство мы выбрали, оно решает, мы ни при чем. Тогда, понимаете, мертвый круг. Мы всегда будем чужие в собственной стране. И никогда это не хочется. Вы понимаете, что вы сделали? Нет, дело не в этом. Потеряли деньги, это все. Ерунда. Ерунда. Вы сделали страшную вещь. Худо-бедно. Люди жили какими-то своими интересами. Это же художник перед нами стоит. Он живописью занимался. Он был занят горними вещами. Вы с тех пор, как акции МММ были куплены, потрачены, исчезли и так далее, изменили жизнь человека до неузнаваемости. Он теперь ходит по передачам и кричит, что государство наше скверное и что ему нужно вернуть деньги. Вы понимаете, что вы изменили судьбу человеческую до неузнаваемости? Разве это плохо? Это не он изменили. Как это не он? Нет, вопрос ведь в том, что мы все стоим... Он обыкновенный мошенник. Это признано судом. Это мошенник и все. У меня есть идея. Да вы еще порядочный человек. Не надо. Не надо. Вы хоть говорите, что собираетесь делать, а он под лимчиной акционерного общества. Ничего я так, да? У меня есть идея. Просто Сергей явно не договаривает. Ну, в силу... Я думаю, что он еще в работе, поэтому не договаривает. Я сейчас расскажу одну вещь. Вот одну. То есть, я сейчас перемешнулся в свой прежний лагерь. Я понял уже. У нас было такое деление внутри... Не надо нас показывать. У нас было деление внутри, что лохи, то, что вот в жизни, простаки, которых можно обмануть, делятся на две категории. Лох по принуждению. Это любой человек может быть обманут. Он продает квартиру, он кому-то помогает, его кинули. И есть так называемые лохи по призванию. Понимаете? Это те, кто несут деньги в МММ. Кто хочет на перстке что-то выиграть. Те, кто хочет что-то поиметь, извините, на шару. Получается, Ельцин нас призвал стать лохами. Вы опять туда сейчас. Пока что вы хотели... Нам сказали участок. Рассказывают, где мы себя внутренне... Вот мы все говорим, вот нас искушали. Нас искушали. А разве так плохо быть искушаемым? Разве так надо стремиться... Да вы же никуда деньги не вкладывали. Вы же куда говорите об искушении. Есть много в жизни разных искушений. Вы же вообще никуда не вложили деньги. Ну что сейчас сами сказали. А вот в другом разговоре не может быть. Я же говорю, Сергей Мавроди, вольно или невольно, выступил тем самым сыном Люцифера, искусителем. Или самим Люцифера. Но человек-то... Он ведь не деньги забрал у них. Он у них жизнь забрал. Он душу забрал, да. Отлично. Жизни забрал. Потому что они живут теперь совершенно другим. Это другие люди. Понимаете? Забрал от Дали. Дали, конечно. Забрал от Дали. Учина семей в Российской Федерации. Я художник свободный. Секунду, секунду. Для меня не существует ни политики, ничего. Я политикой не занимаюсь. Правильно, потому что тогда нельзя было приватизировать ни мастерскую, ни квартиру. Денег у вас не было, вы к ним не прислушались. Равные условия были. Как только Дали, да, деньги появились, можно к ним прислушаться. Вы к ним прислушались. Они говорят, неси. И вы как, как там называется, лох по призванию? Как лох по призванию понесли. Вы знаете, вы сейчас оскорбили. Оскорбляйте. Я процитировал. Вы цитируете, но вы повернули понятие по-другому. Вместо того, чтобы вы в своей передаче защищали права жертв преступления, граждан, вы сейчас все переначиваете. Вы мне еще, блин, будете говорить, чем я должен заниматься на этой передаче, что ли? А что мне еще сказать, когда вы оскорбляете здесь меня? Сядьте на место, понимаете? Сядьте на место. Я сяду, я скорее не тебе. Пожалуйста. Есть закон психологии, который никто не отменял. Закон такой, мы все живем, у Берна есть, мы все живем в ожидании Санта-Клауса. Вот Сергей, это Санта-Клаус. Санта-Клаус. Мы все жили в том числе в ожидании Сергея. Так вот ты какой, Санта-Клаус. И еще одно хочу сказать. Один момент, и пойдут все с Богом. Я думаю, не потому есть обманутые, что есть Мавроди, МММ, а потому было МММ, что есть желающие быть обманутыми. Понимаете, все наоборот. Искушение сладко все-таки. Да, мы виним Сергея, но начинать надо с нас. Вот про что я говорю. Я бы добавил, что ситуация не изменилась с 90-х годов совершенно. Очевидно, нет. Так как мы были инфантильными и несвободными, так мы инфантильными и несвободными остались. Можно сказать одно слово. Потому что невинность Сергея для меня, это признак его инфантилизма. Он чистый, он искренний ребенок, который смотрит широкими глазами на мир. Но если этот ребенок, черт возьми, возьмет спички и начнет играть на бензоколонке, и потом все, бабахнет. Да не бабахнуло ничего. Он скажет, а я не виноват, это правительство продало мне спички. Оно виновата в том, что у нас бензоколонки забываются. Вот, вот, секунду, один вопрос у меня просто вот там горит все внутри, поскольку я никого из вас раньше не видел, в МММ ничего не понимаю, деньги не вкладывал, не терял и так далее. Вы делали ролики, которые я видел, они первоклассные совершенно, они мастерски сделаны. Это совершенно, ну, высокий уровень, да? Вы сами-то вкладывали деньги, которые вам платили? Вы знаете, я лично не вкладывал, но я рекомендовал своим родным, близким, сестрам, маме с папой, друзьям. А сам не вкладывал, потому что мне надо было понимать ситуацию чуть-чуть отстраненно, чувствовать ее, не вестись по деньгам, понимаете? Понятно, да. То есть вы не доверяли Мавроте, понятно? Нет, нет, дело не в этом. Я бы, вы знаете, если я рекомендовал это своим близким... Я не был в курсе. Ну, кстати, нет, это ситуация... Ну, видите, в чего приводит попытка делить на черное и белое. Можно я несколько слов скажу тех, ради которых я вышел сюда? Для меня было неожиданностью, что Сергей начал писать, да? Дело в том, что мне было сложно читать поначалу этот текст. Что-то во мне боролось с этим текстом. Я не понимал, что же во мне борется. При этом я профессиональный драматург, да, как бы я не угадал ни одной развязки. То есть по законам литературы это страшно интересно, да? То есть это привлекательно. Но что-то во мне сильно-сильно напрягается и не дает мне читать. Что-то сопротивляется. Дальше я понял, что дело в том, что я сам от себя прячусь. То есть у меня есть некий образ самого меня. И это такой образ на пьедестале, такой позитивный, да, как бы. И есть часть меня, которую я сам от себя спрятал куда-то очень глубоко. И вот эта часть, для того, чтобы не проявиться, для того, чтобы не разрушить этот образ, она вот и сопротивляется. Шизофрения начинается внутри. Вот, собственно, это раздвоение. Дальше. Когда я это понял, я стал через эти тексты ощущать себя. Я познакомился со своей второй половиной. И вы знаете, это все в итоге привело меня к тому, что я стал более цельным. Просто-напросто. Я понял, что это идея, что можно быть, типа, белым или черным. Это идея. В жизни такого не бывает. Акции не стали покупать? То есть вы нашли в себе и то, и другое. Да. То, во что не верит Сергей Мавроди. И дьявол, и... Да нет, что получается. Дело в том, что если я в себе признаю эти аспекты, то я отвечаю за них. Я готов брать ответственность за себя во всех проявлениях. Если же я живу в версии себя белого и пушистого, это значит, я по жизни творю все, что угодно, но никогда в жизни не признаю себя ответственным за эти свои действия. Так вы на своих плечах хотя бы часть ответственности, которую не чувствует Мавроди, чувствуете или нет? Когда я узнал про... в 93-м году, в ноябре месяце, узнал про план Сергея о том, что будет, он мне показался очень-очень опасным, но реализуемым. Идея была вполне простая. До 1 июля 94-го года аккумулировать максимальное количество финансовых средств и ваучеров через фонд. Таким образом появлялось акционерное общество, которое аккумулировало... Ну понятно, система ясна. Возвращаясь к нижней... Да, ну я понимаю, что источником всего, что со мной происходит, являюсь я. Если я смотрю трезво на эти свои аспекты, я в состоянии принимать решения и в состоянии выходить из каких-то сценариев таких негативных, да? Спасибо. Вот, кстати, возникло предложение. Раскручиваем Мавродика, гениального писателя. Продаем тексты в Америку. Огромными тиражами. Деньги забираем и раздаем. Как вам такая идея? Да все арестовано. Уже. Да, пожалуйста. Дело в том, что я хочу сказать о феномене Мавроди. Потому что никто не сказал, даже сам Сергей Пантелеич. Вот. Я сразу говорю, что я не хочу оправдывать Мавроди. Вот. Просто я скажу то, что я думаю, то, что есть. Мавроди для меня романтик. Вот. Финансовый романтик. Для него проекты эти, так же, как для меня хорошие роли, например, сыграть. Когда я вот, например, Хлистакова мечтал сыграть. Как для режиссера снять хороший фильм, поставить спектакль. Мы тоже были романтиками. Для нас тоже красивость комбинации имела значение. Я вам докажу, друзья мои. Я вам докажу. Он до сих пор, я знаю, что ездит на старом «Жигуленке». Вот. У него нет недвижимости на Западе. А вспомните наших олигархов. У них там и команды, и дома, и счета. Все на Западе. Мне кое-что стало понятно. Я по-прежнему не могу разобраться в феномене Сергея Мавроди. Но, правда, я не до конца понимаю. Я совершенно разделяю ту точку зрения, которая здесь прозвучала. Что нам еще учиться и учиться, как нам, как стране, как гражданам. Что есть, да, логи по призванию, есть по принуждению. Все это понятно. Меня поражает другое. Мы готовы искать ответственных там. Причем, заметьте, когда это происходит. Это происходило всю нашу многовековую историю. Я вам объясню, для чего мы затеяли эту передачу и блестяще продемонстрировали то, что происходит. Я не виноват, виноват он. Я виноват, нет, он виноват. И начинается круговая, только уже не порука, а круговая цепочка вины. В итоге, вывод один, никто не виноват. А мне напрашивают совершенно другой вывод. Виноваты все. И вы, простите, виноваты больше остальных. Это значит, что виноваты вы. Нет, кому, да, я тоже виноват. Кому больше дано, с того больше спросите, Сергей. Нет, нет, вопрос, виноваты вы больше всех, это значит, что именно вы виноваты. Вот тут все сказали, что вот и не вы, и не вы, а все. Но вы больше. Вот не зря я попросил когда-то еще на заре возникновения этой идеи сделать кирпичные стены в этой студии. У меня есть ощущение, что я бьюсь головой в эту самую кирпичную стенку. Я начал с того, что я наговорил вам, на что я очень скуп в современной литературе. Наговорил вам кучу комплиментов. Спасибо. Я начал с того, что мне показалось, что вы личность гораздо более сложная, чем медийный портрет, который вывешивают направо и налево ваши доброжелатели и недоброжелатели. Мы поговорили здесь о синдромах и симптомах, которые испытывает наше общество в тот момент, когда такой раздражитель, резонансный раздражитель, по вашей же теории, как вы. Да, капля, которая создает резонанс, да, вступает в действие. О, вы читали. Я читал, я читал, я читал. Так неужели... Не могу, вот где-то стоит стена и все. Неужели действительно у вас нет ни малейшего, не то что раскаяния, это я понял, и не будет никогда. Неужели нет ни малейшего сожаления о том, что так получилось? Неужели нет ни малейшей дистанции, когда вы стоите вот, или ночью не спите, или пишете книжку свою, или в тюрьме сидите, в матросской тишине, не дай бог, опять, да, и говорите сами себе, зачем же ты затеял все это, дурак? Ну, сожаление, только что не довел до конца. Вот это единственное у нас сожаление. Больше никаких сожалений. Тут я должен, если бы я был глубоко верующим человеком, перекрестить вас три радости с криком «Изыди». Но я вам честно скажу, что мы не до вашего прихода студию «Святой водой» не окрапляли, и после этого делать не будем. Я все понял. Я все понял. Я в очередной раз проиграл. В этой передаче выиграть невозможно. Потому что с этой стороны, каким-то поразительным для меня образом, всегда оказывается самый правый, самый святой, святее папы римского, человек, который... Ну вот, что ты не делал? Я не святой. Даже не задумывается над тем, что на нем лежит вот такая гора ответственности. Спасибо вам огромное за то, что вы попробовали помочь нам разобраться в самих себе. До свидания. Не все эмоции, которые я испытываю в этой студии, можно описать словами. У меня нет такой задачи. Надеюсь, что вы все видели. Меня поражает одно. Это мы с вами. Это мы с вами, друзья, наплодили такое количество чудовищ, вокруг себя, с которыми теперь приходится вот уже из последних сил, когда они совсем кончаются, когда победа уже там, за ними, да, бороться в этой студии в программе «Гордон Кихот». До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова